Для меня огромная честь представить автора фильма Антон Жирнов и Юрий Сапрыкин. Вам есть что сказать на это? Я говорю, нет. Это все ужасно, но остается такое отношение ко мне. Он говорит, ну ладно, сейчас с вами поговорят. Встает, выходит из кабинета и заходит молодой человек, может быть, чуть постарше меня, вот садится и так вежливо, значит, представляет себя. Владимир Георгиевич, я из Комитета государственной безопасности. Мы бы хотели вам задать несколько вопросов. Советская направленность – это желание автора или это желание режиссера? То есть это Сорокин вот так пытался высказываться про свою молодость и союз. Мы вот который день что-то говорим про этот фильм, и я в процессе, я перестал понимать, а что здесь хотел сделать Сорокин и что хотели сделать авторы. То есть мне как-то вначале казалось, что это вот авторское произведение, что это мы с Антоном так все хитро придумали и так показать писателя, расположить эти эпизоды и так далее. Мне чем дальше, тем больше кажется, что это в каком-то смысле фильм или перформанс, который вот перед нами развернул сам Владимир Сорокин, как человек невероятно, ну как бы точно чувствующий стиль и умеющий его сконструировать. Мне кажется, что слово Достоевское, конечно, вот залетает в наше сознание из-за вот этих картин, и они, наверное, в известной степени появились перед камерой случайно. Но то, что он говорит про Советский Союз, про советскую молодость, это его желание, да, это, по-моему, тема, которая очень ему близка и которую он интерпретирует именно таким образом. Мы не пытались из него вытянуть специально «Владимир Георгиевич, расскажите нам про ужасы Совка». Нет, такого не было. Это для меня это рифмуется. Ну, то есть вот рассказ про тяжелое детство, про отношения с родителями, про школу, где его били. Это, в общем, история, которую мне раньше не доводилось слышать и читать. Ну, наверное, самонадеянно было бы предположить, что мы первые, кому он это рассказывает. Конечно, нет, но эта история не самая известная. А многократно рассказана история о его ощущениях от жизни в Советском Союзе вообще. Она для меня как-то с рассказом про школу, про кровь, которая капает на подоконник, она как-то в этом фильме зарифмовалась. Это, в общем, об одном и том же. Это об опыте какого-то насилия, насилия в пределе или просто какой-то давящей тяжести, немножко расплющивающей тебя как личность, которая проходит фоном. Это, как мне кажется, действительно то ощущение, которое очень для него важно, которое во многом его сформировало как писателя. И даже его остроумие, даже его какая-то вот карнавальная стихия, которая в нем есть, она тоже во многом рождается как реакция или как противодействие вот этой давящей тяжести. Да, но я покороче, потому что Юра, в общем, уже ответил, мне кажется. Не вкладывали ни в какой, ни антисоветский, ни в просоветский смысл. Это фильм же о частном человеке и то, что этот частный человек как бы был с раскрепощенным всегда типом сознания. Естественно, если у него такой тип сознания, то вряд ли он бы мог быть просоветским, да. Поэтому он и говорит там в одном из эпизодов, что мы все были такие скрытые диссиденты. Никто как бы, ну, большинство из них на площади не выходил. Мы все это круг концептуалистов, да. Не мы все люди вообще. Это было такое скрытое диссидентство. Они действительно там на баррикадах не стояли, ну, большинство из круг концептуалистов ютились вот в этих мастерских, как Кабаков говорил, как твари дрожали. Поэтому тут антисоветскость, она не вкладывается как-то каким-то специальным образом. Просто был такой тип сознания, который, конечно, не коннектился с Советским Союзом, потому что Сорокин, ну, свободным был человеком, но плюс ко всему окружение влияло на эту свободу, да. Вот, поэтому никакого специально политического жеста тут в этом фильме, на мой взгляд, нет. И чем важен круг концептуалистов, что он с ним сделал, он научил его выстраивать по отношению к этому советскому опыту дистанцию, он научил его обращаться с ним как с материалом, не жить внутри него, как будто это естественный воздух, которым мы дышим, а видеть в нем какое-то очень искусственное, предумышленное и странное человеческое изобретение. Как пришла идея вообще создать такой фильм, и как долго его не снимали? Как пришла идея? Идея пришла просто. Я понимал после Кабаковых, что хочется делать что-то новое, идти куда-то вперед, и понимал, что, наверное, по накатанной делать еще об одном художнике-концептуалисте Эрикто Булатов или, не знаю, Павел Куперштейн, ну, наверное, слишком будет очевидным. А Сорокин стал той компромиссной фигурой, которая была как раз из этого круга, при этом уже отделался от этого круга, является самостоятельной величиной. Плюс ко всему фигура не раскрытая. Насколько все-таки я журналист, в основе своей, то для меня, важно, я не люблю слово эксклюзив, но то, где ты можешь добавить что-то. Если бы там было 150 фильмов, ну, зачем залезать в эту поляну? А так ничего нет. Писатель, любимый писатель, классный, культовый, и, ну, как бы, написал письмо, сказал Владимир Георгиевич, спросил Владимира Георгиевича, вот такая идея. Он ответил в этот же день, что ему понравились Кабакова, и он готов обсуждать, и готов с нами работать. Вот как-то так он легко согласился. Если бы не было, конечно, Кабаковых, не было бы никакого согласия. А тут эмоция была, послевкусие было, и он как-то сразу дал добро на съемки. Снимали 9... Ну, все делали. Сложно всегда в кино говорить, что, значит, снимали, да? Монтаж этот, снимали или не снимали, да? Все, в общем, заняло около 9 месяцев. Мне совершенно нечего добавить, да? Спасибо! Спасибо! Спасибо. Есть ли еще вдруг какие-то вопросы? Расскажите, пожалуйста, о местах съемок фильма, потому что для наших петербургцев некоторые московские и берлинские виды не очень очевидны. Для нас москвичей не очень очевидны. Это в основном два главных места обитания Сорокина. Это Берлин и это подмосковный поселок, подмосковный дачный поселок рядом с аэропортом Внуково, где он проводит большую часть времени, как он в России. В начале мы видим многоэтажные дома в районе Ясенева. Это дома, где он провел свою юность. История с маньяком и милицией, она происходит как раз там. Мы заходим вместе с Сорокином по лестнице до угла в мастерскую Кабакова на Срединском бульваре в доме Страхового общества «Россия». И в этот же момент можно видеть архивные съемки оттуда. Мы вместе с ним гуляем по музею естественной истории в Берлине. Ну, вот, пожалуй, какие-то основные точки. Ну, все было задумано, Москва, Берлин, как название известной выставки. Все было задумано, чтобы не было... Значит, вы сделали все правильно, если вы говорите, что непонятно где что. Вообще, если бы была возможность вообще отменить название городов, да, и убрать таблички, вывески метро, ну, вот, это какой-то его мир. А где он локализован, это дело 10-ое. Да, он переходит из одного пространства в другое. Вот это была ключевая визуальная идея фильма, когда этот переход без шовен. И Берлин переходит в Москву, Подмосковье переходит в Берлинский парк Шандронбург, тут же у тебя Внуковский лес. Путешествие, собственно, идея трипа. Юра даже предлагал в шутку назвать этот фильм «День пограничника», потому что, ну, мы действительно ключевая была идея. Фильм без границ, такая без шовен. Постоянные пересечения. Постоянные пересечения. Это из прозе Сорокина свойственно, на самом деле, да, очень пластичная игра со стилями, переход одного стиля в другой. Поэтому мы как могли, получилось или нет, не нам судить, но вот постарались этот прием и визуально отобразить, потому что довольно было бы тупо просто Берлин, Москва, квартира, музей. и так постарались поиграть с этим. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Потом вот девушка, да. Я вас не вижу, к сожалению, думаю, Юра тоже не видит. Да. Но мы слышим. Здравствуйте. Вы сняли совершенно прекрасное кино. Спасибо. Представлю Саша Павлов «Торбит-4», я думаю, Юля знает. Ой, Саша, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад вас не видеть. Спасибо. Вот. У меня очень простой и в то же время странный вопрос. Вот вы провели с Владимиром Георгиевичем какое-то время, в 18-26, чего Владимир Сорокин болит? Как-то он озвучивал это и может быть вы как-то что-то кем-то проходит? Страх Владимира Сорокин есть ли вам вообще? Я могу только предположить или реконструировать это по нашим разговорам, по общениям даже. Возвращаясь к теме границ Сорокин это действительно человек дистанции, человек, который держит текст, держит людей, держит мир на расстоянии. Вот. Это некоторая защитная зона, которая его, которая тщательно ему выстроена, которая не позволяет людям ну как-то так бесконечно его дергать, влезать в его жизнь и влезать в его душу, если говорить о разговорах на съемках. Мне кажется, что вот это вторжение, пересечение вот этой границы слишком близкий контакт и назуевый, ну вот такая вот такой вот наш часто встречающийся обычай вот так вот задушить человека в объятиях и залезть к нему в самые потайные шкафы в физические и душевные вот это то, что ему чрезвычайно неприятно. Я как вопрос вы не формулировали, чего вы боитесь, если честно, прямо, если ответить. Соглашусь с Юрой, наверное, да, для него важна дистанция в жизни, очень важна, он ее охраняет и это не посол. То есть это не то, что он сам интервьюер Фишу об этом сказал, что я не строю себя какого-то закрытого типа, который живет в замке и интервьюеры до него не могут добраться и так далее. Ну просто вот такая особенность, какая-то родимость особенная при всей его брутальной внешности создает вокруг себя какое-то силовое поле, которое просто как такой невидимый какой-то магнитный купол, куда не залетит ни одна птица, ни одна зверушка и ни один человек. Да, мы спрашивали его про отношение к смерти и думали это включить в монтаж, потому что понятно, чего любой боится человек, это смерти. и он ответил на этот вопрос, он сказал, что безусловно он об этом думает. О смерти но не так глубоко, как какие-нибудь дистанционалисты или античные люди, то есть для него смерть не является каким-то пока, еще он говорит, я все-таки к этому подхожу легковесно, может быть я легковесный парень, сказал он нам, поэтому задумывается, конечно, но смерть не является постоянным спутником и поводом к размышлению. Это вот все, что я могу сказать про страх. Конечно, был страх, когда его травили в России, в Москве, и мне один знакомый, наш общий друг, бизнесмен, говорил о том, что для Владимира эта ситуация была болезненная, конечно, как бы он не говорил сейчас, спустя 17 лет об этом, но тогда действительно это опасная ситуация, кроме того, она физически опасная, да, вы не знаете, но мы видим сегодня, как травят людей, подсобые им венки под двери ритуальные, как было с нашей коллегой Кюлей Писпани на свое время, из-за чего она, в общем, тоже уехала из России. Солокин в момент этой истории с обучшими вместе позвонил в дверь человек, который сказал, вот у меня квитанцева вызвали, вызывали меня, чтобы я поставил вам на окна решетки, пытался, значит, ввести в квартиру и установить там тюремные решетки. Да, поэтому сейчас Владимир не называет свой адрес, только вам расскажу, когда... Не надо, не адрес, только вам расскажу и без плана, когда мы выходили из его берлинской квартиры и в кадр попадала табличка с названием улицы, сказал Антон, Юр, и ребята в группе обратился, давайте все что угодно, да, но давайте не палить адреса. И он довольно ответственно относится к телефонным звонкам, мы не даем никому номер его, потому что вот есть определенная безопасность с точки зрения к чему номеру он подходит, к незнакомому номерам совсем нет, то есть какие-то границы элементарные он соблюдает, но опять же это травма, которая была нанесена во втором году и я знаю от близкого его друга, что она просто так не зажила, вот, вот у девушки да, спасибо вам, спасибо огромное, извините, что даже спасибо. Юрий и Антон достаточно хорошо знакомы с творчеством Сварокина, в общем-то вы знатоки, Юра гораздо больше, чем я, скажу честно. А были ли какие-то вещи, которые в Сорокине вы действительно открыли и которые вас поразили и удивили? Для меня, например, как для зрителя или читателя было интересно узнать, что у него есть собака, я об этом не знала, или посмотреть, как он деликатно замалчивает мат в устной речи, при том, что в книгах это, в общем-то, достаточно часто употребляется. А что удивило вас? Это деликатно запикивают мат, к сожалению, он его не замалчивает, мы были в согласии с российским законодательством его замалчивать. Должен сказать, что мат он использует, конечно, очень обдуманно и как такое разящее оружие, ну то есть по поводу, когда он хочет ударить. Но использует. использует. А что нас удивило? Есть такое общепринятое мнение, что тексты Сорокина, как сформулировано в названии книжки о нем, это только буквы на бумаге. Это такая интеллектуальная конструкция, вот полосты как бы текста разных стилей, которые он наносит на страницу как холст и так далее, и так далее. Для меня вот впервые стало понятно, что за этими текстами стоит какая-то очень личная боль, очень часто, что насилие или какие-то взрывы гнева или какие-то наезды, что Фразер в Бобрусь ездил из одного из рассказов весь этот эпизод из одного из рассказов Первого Субботника, это нифига не интеллектуальная конструкция. Даже письма Мартину Алексеевичу, как мы слышали в фильме, это тоже не то чтобы такая игра свободного ума, что за всем этим возможно стоит какая-то личная боль, личная травма, и очень не хочется тут приплетать какую-то психоаналитическую интерпретацию его Брозы, наверное, она ни при чем, наверное, все-таки жизнь отдельна, а Броза отдельна. Но что-то какой-то источник, ну как бы не головной у этой прозы есть. И говоря уже о том, что День опричника это действительно не просто гуморезка, а это, конечно, непосредственная реакция на историю с следующими вести. Это просто книга, написанная по следам вот этой пережитой травмы. Когда Сорокин говорит в интервью, что для меня литература, писательство это терапия, вот я эту фразу плохо понимал, а сейчас стал понимать лучше. Для меня Сорокин человек удивил, меня Сорокин человек удивил наличие стрекоз в Одновнуковской даче, ну, макетов стрекоз, да, вот это попасечное зрение, о котором он говорит, оно действительно как-то его занимает, потому что в доме много-много как арт-объекты висят, причем дом довольно такой классический, красивый деревянный дом, а тут внутри такие арт-объекты в виде стрекоз, это первое, что я заметил, когда мы туда вошли, и второе, наверное, по-человечески его достоинство и расположенность к людям, если вы с ним ходите в контакт, и то есть с ним можно дружить, это тот человек, который и после этой работы, я надеюсь, для нас Юра и для ребят, что мы еще соберемся зимой на этой даче, останется, если не другом, то добрым, хорошим, знакомым, приятелем, потому что он очень очень хорошо начинает относиться, оценить это, отношения взаимно, даже вот сейчас по переписке нашей это видно, у него волнует какая реакция, он не смог приехать на перьеру, но он все время пишет всегда обнимаю, как дела, привет, то есть как-то соучаствует в твоей жизни, невидимо, вот для меня это очень приятно, потому что нет хуже героев, когда ты вот использовал, выпустил, забыл, разбежались и не встретились, с героем хочется продолжать отношения, не потому что там мы тяготеем к великому Сорокину, но просто по-человечески это правильно, мне кажется, такая позиция. я на приятельские отношения не очень рассчитываю, но вот Антон говорит как раз о второй вещи, о которой я хотел бы сказать, это очень сложно подобрать слова, которые были бы не пошлыми и понятными при этом, но это какое-то благородство его манеры, не в смысле светскости или какого-то там вилку и нож он держит правильно, а в смысле какой-то его очень стройной гармоничной расположенности к миру, да, вот при всей этой дистанции, космическом одиночестве, о котором он говорит и прочее, и прочее, вот он как-то внутренне очень стройно устроен, извините с трафтологией, очень гармонично, изящно и это проявляется в его речи, в его жестах, в его интонациях и в его поступках, насколько мы можем судить плюсусловно тоже. Да, вот там видно все-таки что-то мы видим еще. Нет, нет, вот молодой человек тянул, девушка, девушка, вот, да, вот, там я с ними заметил, не вижу тот совершенно край. Здрасте. Здрасте, спасибо большое за фильм, в первую очередь добрый светлый вечер. Один вопрос хочется задать, как именно создателя фильма, что может быть не вошло в фильм, в конечный монтаж, но о чем хочется сказать, и вот какая-то, может быть, сцена, эпизод, какой-то, ну, мы сейчас много о чем поговорили, но, может быть, какая-то, житейская. понимаете, я пытался посчитать, сколько у нас часов съемок, 20, 30, все больше, только разговоров, да, поэтому не вошло многое, и мы постоянно вспоминаем какие-то моменты, которые, про которые хочется рассказать, но они остались закатаны. Может быть, вы сейчас что-то вспомните, я могу сказать, вот, мое личное сожаление по поводу того, что не вошло. Мы очень хотели, чтобы на финальных титрах, чтобы на финальных титрах заиграла песня Led Zeppelin Wanderley We Breaks, если вы помните такую, чтобы вот космический холод и пустоту, и повисает такая пауза, звенящая, и тут песня про конец света, мощнейшая, давящая тебя словно катком. Даже мы бы предпринимали какие-то попытки. Не какие-то, а с Warner Music говорили, с их директором России, с владельцем даже, с их главой. Но выяснилось, в общем, да, Led Zeppelin лицензирует свою музыку в кино только за миллиард триллионов долларов, и происходит это раз в 20 лет для какого-нибудь Марвела, у которого есть эти деньги, что будет заплатить. Но вот эта кода музыкальная немножко совсем отличающаяся от музыкального решения всего фильма в целом, она у меня как-то до сих пор стоит в ушах. Не вошло очень многое, но и не должно было войти, потому что это фильм, и там я лично всегда буду настаивать на том, что фильм не является интервью, фильм не является журналистской работой, фильм не является исследовательской работой. Это может быть дополнением хорошим, но первая задача, что это кино. Кино все-таки это не столько текстовая информация, а визуальная информация. И в этом смысле текстовой информации, которую сам Володя нам дал, конечно, ее много. И о книгах, и о мотивах, о писателях, о Платонах, о Толстом. То есть соберем на Толстом. Да, не вошел конечно огромное количество разговоров про Толстого. Вот многие замечают, что он похож на Тургенева, и даже его как бы позиция русского человека на рандерусе Европы она тоже такая тургеневская немножко, но сам он как нам показалось находится в непрерывном диалоге с Толстым именно. И его видят перед собой как не как ролевую модель, конечно, ну как фигуру того масштаба, с которой ну как-то интересно внутренне спорить, взаимодействовать, разговаривать. Один режиссер не помню имени сказал о том, что знаете, чтобы кино получилось, сделайте следующее. Возьмите все самые жирные куски и просто выбросите их. Подсушите до такой степени, чтобы самое интересное из кино вылетело. Это очень правильный совет, потому что когда ты пытаешься вместить все интересно и это интересно и это интересно, конструкция будет разваливаться, композиция диктует в кино, к сожалению или к счастью, свои законы. И ты хочешь, как бы, мозгом понимаешь, что надо, а никуда, сценарий выплёгывает. Вот, поэтому, конечно, многое, но, не знаю, мы книжку пока не обсуждаем, посмотрим, это надо, прежде всего, с Сорокином обсуждать. возможно, через год нужно много времени подготовить книжку об этом. Здравствуйте. А вот, тоже не видно ни черта. Да, вот. Да. У меня такой вопрос. Если, по мнению Сорокина, самый аутентичный сувенир это человек расписан под Ахламов, то Западной Германии, какие сувениры покупали? Не знаю, мы не можем предположить. Не покупали, да. Да нет, я думаю, что и в России он никаких сувениров не покупает, просто Сорокин довольно остроумный человек, что, может быть, тоже часто остаётся за кадром. И, как я уже говорил, во многом фильм это перформанс, который он перед нами исполняет. И это просто ну вот такой, как мне кажется, лихой остроумный жест перед камерой. 11.200 между тем. Между тем 11.200 за этот жест было заплачено. Но не из бюджета съёмочной группы из бюджета фильма. Нет, сам купил. Нет, но мы ему подарили потом водку с черепом наш режиссёр Илья Белов нашёл черепа пошли и я где-то нашёл то ли в Финляндии то ли где-то на каком-то сайте просто так магазин был. Норвежскую кажется. водку в виде черепа принесли ему он был страшно рад. А ещё у меня кстати запомнился бар у Сорокина потому что он роскошный большой много Это было первое что я полез снимать у меня появилось сильнейшее впечатление. Колоссальное количество непонятно для чего это всё богатство при таком довольно разменном образе жизни. В общем мы ему подарили водку с черепом если говорить про сувениры от нас то это был такой сувенир. Есть ещё вопросы или будем будем Здравствуйте Добрый вечер Писатель Дмитрий Буков говорит о том что в фильме Андрея Тарковского Зеркала Тарковский пытался передать мысли о том что мы как бы зеркалим отражаем судьбу то есть как бы мы не хотели и не противились этому рано или поздно мы возможно повторяем дело для наших родителей и вот очень поразительно посмотреть на отца Сорокина который потом отдалился и от сына и от общества и на самого Сорокина который тоже в каком-то смысле не хочет себя отверстили с обществом с массовым с коллективом все его прозы и не кажется ли вам что воплозы в том числе пронизны таким ангелом кажется конечно я не знаю с первым тезисом я абсолютно согласен прозеркальность кроме того там есть и внешнее сходство с отцом а кроме того как я недавно узнал дядя Сорокина был советским поэтом который писал очень социалистические стихи просто ну невероятно я думаю что там еще влияние от дяди и желание переработать этот материал было про дядю не говорит здесь а дядя то есть брат отца был таким прям жестким кондовым советским поэтом стихи его можно найти в интернете я забыл так зовут дядю я согласен по поводу зеркальности по поводу античеловечности антихуманизма наверное нет потому что он говорит сам в конце в финале это важнейшая часть фильма поэтому она и финальная про то что человек это и притягивает как космическое существо и одновременно пугает как существо страшное я думаю тут нет ответа на вопрос конечно веры в человека у него нет но есть ли у него разуверенность полностью в человеке тоже наверное я бы так не сформулировал я скорее соглашусь что это не литература высокого коммунистического содержания и человек безусловно для него интересен но интересен не своей психологией не своей судьбой или там этическими выборами возможности или невозможности спасения человек в его прозе это действительно чаще всего некоторая деталь гигантского пейзажа фигурка затерявшаяся вот в этом любовном экстазе пространства и времени о котором он говорит в этой бескрайне затерянной в этой бескрайней метели метели где не видно лизги фигурка которая во многом является игрушкой в руках судьбы истории языка паровоза который на это тело наехал паровоза который вдруг наехал или вообще разных сил которые через тебя говорят и с тобой что-то делают вот но в этом есть какая-то своего рода и жалость тоже потому что вот такой взгляд он довольно пронзительный да нельзя сказать что автор равнодушен к этой фигурке он сам отождествляет себя во многом с нею он не это не какое-то нитшанское презрение или там взгляд презрительный взгляд сверху нет эта фигурка это он и есть и в этом парадоксальным образом все-таки проявляется какой-то гуманизм стопроцентный да он очень уязвимый и очень ранимый очень добрый и и вместе с тем конечно понимающий жестокость человеческой природы и наверное примерявший эту жестокость на себя совершавший ошибки безусловно но да да и и у